Прежде всего хочу сказать, что я с вами абсолютно согласен. Ситуация складывается крайне напряженная. И страдает прежде всего житель, конечно, города Демитровграда. Что привело к этому? По моему личному мнению, хотя я глубоко, конечно, не разбирался и не присутствовал там, но прежде всего, я думаю, причина в том, что, ну, условно назовем, что все-таки две стороны противоотборствуют городу Демитровграда. Это всем понятно и ясно. Мне кажется, что каждая из сторон не нашла каких-то ключиков друг к другу. Ведь вся проблема в чем? Сесть за стол переговоров, спокойно, конструктивно порешать все вопросы и принять решение, опять-таки, в интересах, прежде всего, жителей города. Этого до сих пор, я так понимаю, не произошло. И вот это-то и настораживает. То есть способность к диалогу, способность к тому, чтобы прежде всего думать об интересах жителей города, она вызывает сомнения. Мы прекрасно видим, что происходит сейчас, особенно вот на примере Демитровграда. во всем обвиняется, будем говорить откровенно, Сергей Иванович Морозов. То есть виноват во всем он, лично он, его люди и во всем виноват Сергей Иванович. Вот это у меня вызывает некоторое напряжение. По какой причине? Я прекрасно даю себе отчет в том, что после того, как исполнитель власть тоже окажется в руках КПРФ, ведь это все не остановится, это все продолжится. И на будущие 2-3 года, как минимум, будет разговор только об одном. Даже если сейчас при нас плохо, во всем виноват Морозов. Ну, просто просматривается такая тенденция, и от нее не избавишься. Все нормальные люди это прекрасно понимают. Также настораживает тот момент, что просто если мы сейчас посмотрим, кто приходит в последнее время в КПРФ, то мы, вот лично мне, как действительно настоящему коммунисту, обидно, что в партию легко вступают лимоновцы, в рабочие там какие-то, в гвардии, не знаю, навальновцев очень много пришло. То есть вот после последних выборов в КПРФ пришло очень много радикально настроенных людей. И это чувствуется? Чувствуется. Но что далеко ходить, возьмем даже бывшего депутата Дениса Гурьянова, которую сейчас на каждом углу, при любом удобном случае, называть неопредателем. Ну, позвольте, кого я предал и как? Непонятно. Просто предатель и все. Но этот человек, который побывал у нас и в Единой России, и в Справедливой России, и в ЛДПР, и в ЛКС пришел коммунистом, и этот человек, который ничего не сделал для того, чтобы его и малая, и большая Родина жили лучше, называть неопредателем. Меня, который имеет два боевых ранения, всю свою жизнь и здоровье отдал служению Родине. И все это старшие товарищи не делают ему замечания. И это не прекращается везде. Огульно обвиняют во всем. Лидер фракции КПРФ Гебаддинов вообще в последнее время проявляет какую-то неадекватность. Недавно был свидетелем ужасающего диалога его с господином Деникаевым на Ульяновске. Я просто был уверен, что они поддерутся. Слава богу, этого не произошло. Но вот это кричание, мычание, бодание какое-то, противостояние, вообще непонятно. То есть депутаты не могут себя так вести. А поведение его в законодательном собрании вообще не... То есть он может комментировать всех, перебивать всех, сопровождать чужие выступления шуточками, комментариями, а его перебивать нельзя. Если вдруг его кто перебивает, в ответ закрой рот. Это что, поведение депутата? Это лидер фракции? Ну, извините, если у них такой лидер, то отсюда делают все выводы. Хотя я прекрасно знаю, есть во фракции КПРФ рассудительные, силовые люди, которые способны нормально, адекватно воспринимать ситуацию. Вот я так понимаю, что в связи с таким поведением, и с таким набором, скажем так, партию людей, и старые члены партии волнуются, я это знаю, они просто переживают. Ну, а власть, я так понимаю, что они не могут договориться с такими людьми. Как с ними можно договариваться? Ну, по определению невозможно судить, потому что вы говорите. Да, ну, поэтому и возникают сомнения. Я считаю, что единственный выход из ситуации – спокойно, конструктивно обсудить все проблемы и принять решения в интересах избирателей. Вот и все.